Мне весь остаток дня меня просто подбрасывало от такого восторга. Мне просто хотелось кричать, мне предложили работу, мне предложили мою первую работу. Марина, как девочка без IT-бэкграунда попала в сложившийся коллектив, американский, причем на свою первую работу? Как это вообще произошло, расскажи. Честно говоря, все произошло очень для меня как сказка какая-то, потому что я не ожидала. Я сейчас общаюсь с ребятами в команде. У нас в команде люди, которые в этой компании сделали карьеру. И вот именно то, что резюме должно быть индивидуальным, у него должно быть лицо. Вот то, что резюме отличалось, то, что я пришла подготовленная, это больше всего сыграло на руку. Как они мне сказали, в твоем резюме было другое лицо, чем у другого. У меня на тот момент в жизни вот наступил момент, когда я захотела этого чего-то нового, и я пришла на курс. Каждый день, каждый урок мне было интересно, а действительно ли я смогу понять, я смогу войти в эту сферу, да, совершенно zero, zero знаний до этого. И настолько все чудесно. Люди настолько в таких прекрасных отношениях. Вот он ушел, он перешел в другой департмент, но он продолжает сидеть за этим же столом, среди этих ребят, и все настолько хорошо общаются. Я услышала вот самое основное, что я для себя еще до интервью поняла. Никогда не надо лениться, чтобы подготовиться. С началом этого 2022 года возобновилась волна приема на работу. Я вот увидела более адекватные предложения, начала подаваться. Вот в этот период у меня несколько было фон-скрининга в одновременно. На интервью вот первое, что у меня случилось, это все пошло не по плану. Всегда такая мечта была, что, а неужели когда-то на этом сайте будет видео и со мной? Эта мечта осуществилась. Поэтому мечтайте, дерзайте. Главное, не опускайте руки. Марин, привет. Привет. Привет, как дела? Хорошо. Я из Сакраменто, Калифорния. Я рад наконец-то увидеть уже как кью-инженера, потому что мы до этого созванивались именно как студенты-учители, а сейчас уже вот как коллеги общаемся. Я тебя хочу поздравить, что наконец-то, финали, да, ты добила эту тему, ты зашла туда, и вот ты настоящий кью-инженер. Я сама была очень рада таким переменам в жизни, потому что, честно говоря, этот год, который прошел с момента учебы до захождения работы, и у каждого какой-то свой определенный период, свой путь, свои сроки на это все, и кто-то, к сожалению, кто-то не доходит. Вдувается. Да, не хватает терпения, не хватает, может быть, веры в себя. Поэтому я как бы, я рада, что в моей ситуации все-таки это свершилось, и хотелось бы, конечно, чтобы даже такие видео давали ребятам другим какое-то вдохновение, не опускать руки, продолжать что-то делать, продолжать хотеть, стремиться что-то изменить. Вот это основной такой месседж, который хотелось бы все-таки. Потому что я вспоминаю те видео, которые я смотрела у тебя на канале, когда только начинала учиться, и насколько быстро ребята, они рассказывают о себе, когда они учились, где на курсах, да, и думаешь, вау, так это вот предыдущий поток там был, вау, не получилось, и при том так быстро, и ты думаешь, классно, значит, есть надежда и у меня. Когда ты начинаешь свой собственный путь, то он может отличаться очень сильно от пути кого-то другого, и твой опыт, он будет другим, и иногда просто из-за того, что что-то не так, кажется, что все, больше как бы нет надежды. Но надежда есть всегда. Слушай, Марин, а вот этот, я так понял, год прошел с тех пор, как ты закончила курс, и ты получила работу? Да, наш курс закончился в конце февраля. Да, год. Я в конце февраля получила работу. Годовщина такая получилась хорошая. Да, да. Завершился круг. После окончания курса я начала подавать заявки, заполнять аппликейшены, ссылать. Как таковых интервью у меня, к сожалению, много не было. У меня было несколько скринингов и фон-скрининг, и, как правило, дальше я не проходила. Я не смогла их никак заинтересовать. Скажем так, моя практика, даже прохождение интервью, она не нарабатывалась, а она, наоборот, остывала. То есть ты мало подавалась, получается? Я мало подавалась, потому что я, к сожалению, не видела фидбэка, не видела результаты, приглашений, даже на интервью, на какие-то, даже скрининги. Если бы скринингов было много, меня бы это подбадривало, что дальше будет следующий этап. А знаешь, тогда бывает много скринингов? Когда? Когда много подаешься? Логично. То есть это, о чем я вам говорил на курсе, что когда вы решаете за себя, вы подходите или нет. Это же не вы решаете, это компания решает, подходите или нет. А иногда студенты решают сами. Так, ну это для меня, это не для меня. Ну то, что я сейчас услышала в этом случае. Я, честно говоря, я хотела бы сказать ребятам, кто будет смотреть, то, что я своим опытом, я хочу просто подтвердить все то, что вы услышали, скорее всего, уже. От Сергея, от других ребят, видео, которых вы посмотрели. Самое основное, что-то делайте, подавайтесь, не опускайте руки, ищите свою компанию. Просто ищите то место, где вы будете стопроцентно тем человеком. Это может быть десятое интервью, это может быть сотое интервью. У кого-то это второе интервью или может быть первое, но это не обязательно будете вы. Это может быть кто-то, но ваша история будет немножко другая. Поэтому самое основное, это просто продолжать двигаться в этом направлении. И честно скажу, что мне очень помогла поддержка. Потому что, к сожалению, не у всех у нас высокая самомотивация, и не у всех у нас получается самостоятельно после курса двигаться дальше. К счастью, в нашей группе сложилась такая небольшая группа, которая... Мини-группа. Да. Мы после окончания, мы продолжили общение, и вот в этой группе нас было очень мало. Нас было четыре человека. И из четырех человек я последние как бы нашла работу. А остальные уже до тебя все нашли? Да. Вот один за другим ребята находили работу. Мы делились информацией, как это было. Мы делились тестовыми заданиями. Мы все вместе на них смотрели, мы их разбирали. Каждый рассказывал, как интервью проходит. У всех разные компании, поэтому и интервью проходят по-разному. Это очень интересно. Особенно, когда у тебя нет большого опыта. Тебе интересно вообще, в принципе, все. Поэтому вот поддержка ребят меня очень вдохновляла. И когда получается, что ребята нашли работу, я нет. И я уже такая как бы, ну все, ну вот вы нашли, и у меня не получится. Нет, нет, это не все. А они говорят, нет, не все, мы не успокоимся, пока ты не найдешь работу. А я как бы советую всем ребятам, кто учится, если у вас в группе нашлись люди, с которыми вам удалось какой-то контакт наладить, чтобы общаться вне класса, мы точно так же там домашки делали вместе, какие-то советы друг у друга спрашивали, показывали какие-то вещи друг другу. И если у вас есть такая возможность с кем-то вот так общаться, это большая поддержка, это большой плюс. Это вас так же развивает как командного игрока. И в вашей работе это может повториться. То есть вам будет легко уже как бы выстраивать отношения с коллегами, потому что вы уже тренировались в своей группе. Да, просто меняешь команду на еще одну и все. Слушай, Марин, а у вас вот это в мини-команде была Аня, была ты? Миша и Дима. Все, я понял, да. Она первая. Она была единственной из нашей группы, кто уже имел работу, когда она к нам пришла. Да, она как мену пришла. Да, вот после курса она сменила работу. То есть мы искали первую работу, а она уже сменила работу. То есть она у нас была самая крутая. Но она выше сразу, это очень круто. Поэтому вот она очень помогла и помогает до сих пор. Мы до сих пор общаемся. Кто еще у вас там был? Миша и Миша. Они устроились как автоматизаторы. Дима в стартапе. И Миша в какой-то большой компании автоматизатором. Все работают удаленно. И ты удаленно? Да, и я удаленно. Моя компания, она большая. И главный офис у нас в Вирджинии. Но офис для QA есть еще в Чика, в Калифорнии. И до карантина они все физически работали в офисе Чика. То есть команда QA находилась в Чика. Поэтому работа, которую я получила, она впервые предоставила, открыла позицию удаленно. Все ребята, которые работают в команде, они много лет уже там. Самый последний сотрудник был нанят 3 или 4 года назад. С тех пор у них не добавлялись люди. И они все работали в офисе. А я получилась первый сотрудник, которого наняли изначально уже ремонт. Поэтому, когда меня наняли, они тоже были в растерянности, как меня тренировать, онбординг делать. Потому что у них опыта нет. Они всегда привыкли все это делать в офисе, когда человек садится рядышком и учится, и смотрит. В моем случае они как бы сами не знали, что делать. И я, собственно говоря, уже не понимала, как это все будет проходить удаленно. Сам нанбординг, он же заключается там много всего. И какие-то доступы, какие-то технические установки, все-все-все. И всем легко, когда все в офисе находятся, и все это локально. Быстрее. Быстрее гораздо это проходит, да. Поэтому в моем случае меня спросили, хотела бы я приезжать, допустим, там пару раз в неделю на протяжении первого месяца. Или я хотела бы все время быть ремонт. И как-то пытаться все это ремонт. Или я хотела бы приехать на неделю. И я выбрала вариант. Мне предоставили выбор. Я выбрала вариант поехать на неделю на тренинг. Мне компания оплатила пребывание в Чика. А это далеко от Сакраменто? Это где-то час сорок пять на машине. А, ну при очень большом желании, в принципе, можно было пару раз в неделю приезжать. Можно было. Ну, далековато. Четыре часа на дорогу тратить, день много. Поэтому я спросила, есть ли вариант. Мне сказали есть. И я поехала, получила как раз компьютер, все, что мне было необходимо. Провела там прекрасную неделю. Познакомилась вживую. Часть команды у нас не вся команда была. Некоторые сейчас работают уже и живут в Бельгинских Штатах. Есть части из Коу. Слушай, а команда интернациональная или американская? Команда у нас американская вся. Коми-менеджеры. Менеджеры у нас индустрия. Интернациональная. Ну, он, скажем так, он здесь давно. Он с подросткового возраста в Америке. Поэтому я не знаю, насколько это считается интернационально. Потому что он себя чувствует американцем. Ну да, да, уже американизированный такой. Слушай, я работал в такой компании, где я был единственным, кто был не американцем. И это один из самых лучших моих опытов вообще работы, которая у меня была. Вот ты посмотришь. Американская компания, она отличается от интернациональных компаний и от русскоязычных компаний. И она отличается, на мой взгляд, ну, как бы, я бы не сказал, что это плохие какие-то из команды. Просто это реально была самая крепкая, самая помогающая тебе команда, самая такая вот стабильная, не знаю, как бы писать. Ну, мне очень понравилось. Ну, в моей команде у нас 10 QA. И так интересно, что я одна девочка. И я одна, кто не имеет IT-беграунда. То есть все в моей команде – это люди, которые имеют именно высшее образование в сфере IT. Марина, как девочка без IT-беграунда попала в сложившийся коллектив, американский, причем на свою первую работу? Как это вообще произошло? Расскажи. Честно говоря, все произошло очень для меня как сказка какая-то, потому что я не ожидала. В этой компании изменили, они решили поэкспериментировать, и им необходимо было найти сотрудника. Они буквально в пятницу открыли вакансию, и в понедельник утром они уже ее закрыли, потому что в течение выходных уже достаточно много им пришло аппликейшенов. И в том числе твое. Да, и в том числе мое. И интересно, что я, в принципе, была одна из первых, кто подал аппликации. Откуда ты узнала? Когда ты на сайте подаешь, ты же видишь, сколько уже подано. С сайты между LinkedIn? Да. То есть это с течения обстоятельств, что ты увидела эту компанию, ты ее посмотрела, как обычно, и решила, что это вакансия для тебя, или как вообще это было? Да. Это, скорее всего, было, наверное, либо пятница вечер, либо суббота утро. Я просматривала, как всегда, вакансии, и я увидела, что в этом году, вот после Нового года, вакансии, которые стали появляться на рынке труда, они какие-то более адекватные, с каким-то более адекватным перечнем требований. Да, да. Я почитала, и я думаю, да что-то же как-то человечески даже звучит, и хотелось бы подать именно сюда. Я подала, и мне достаточно быстро пришел ответ, наверное, в течение первой недели. Мне пришел ответ, и я удивилась, что меня сразу пригласили на видеоинтервью с командой. То есть это третий этап сразу? В их компании, они решили в этом году дать волю команде и предложить свой метод поиска сотрудников. То есть как им удобно. И они сказали, что они хотят начинать встречи с кандидатами, которых они сами будут отбирать, не HR-ы отбирают, а команда. Интересно. И в этой команде, получается, есть два льда и менеджер. Вот они втроем взяли весь список людей, которые подали заявки, и каждый из них выбрал своих кандидатов, которого он считает более подходящим. Потом они обменялись этими списками, посмотрели, кто у них совпал. Интересно. И вот у них было около 20 претендентов, которых они отобрали из общей массы. И из 20 ты прошла? Вот я попала в двадцатку, и вот этими людьми они начали проводить видеоинтервью сразу командой. И получается, у меня не было фон-скрининга, мне никто не звонил, мне сразу написали имейл, написал менеджер, и сразу предложил встретиться на видеозвонок. Это была встреча с командой. И хочу сказать самое основное. Когда вы идете, кто меня смотрит, когда вы идете на интервью с командой, у вас есть один шанс составить первое впечатление для команды. И самое главное – это не упустить свой шанс. А что я имею в виду? Когда я уже познакомилась с командой, я, естественно, их спросила, что сыграло в мою пользу при нашей первой встрече. Потому что второй раз первое впечатление уже создать невозможно. И я услышала вот самое основное, что я для себя еще до интервью поняла. Никогда не надо лениться, чтобы подготовиться конкретно этому интервью. Первое, что когда на интервью, вот первое, что у меня случилось, это все пошло не по плану. И когда я пыталась подсоединиться, у меня не запускался браузер, у меня были проблемы с интернетом. Потом та программа, через которую мы не через Zoom встречались, мы встречались через Teams. Та программа, она не запускалась, требовалась установка, все что-то висело. И я поняла, что, ну все, интервью еще не началось, оно уже закончится. Уже скомканное было такое, да? Впечатление уже было скомканное тем, что команда сидит, я их вижу, они меня нет, я их слышу, они меня нет, и я не понимаю, что делать, и все. Но вот я не знаю, как было бы, если бы это был просто звонок с HR, там бы положили трубку, может быть, и все. Но команда так хорошо между собой общалась, им так было приятно общаться, они говорят, «Ну, мы, в принципе, можем пообщаться, попробуй перезапуститься, если ты нас слышишь». И они как-то вот так в таком спокойном в себе настроении, в таком, не знаю. И они друг с другом общались, их это не раздражало, эта ситуация, они поняли, что что-то не так, и они мне дали совет, что мне попробовать сделать, говорит, мы тебя будем читать. И вот они себе общаются, я тут пытаюсь что-то установить, переустановить, запустить, перезапустить, и я как бы уже попадаю в Teams, и тут как бы вот теперь уже интересно что-то слышать. И если бы вот у нас иногда такое ощущение, что когда мы приходим на интервью, мы как на допросе, нам надо, чтобы нас спрашивали, а мы будем пытаться что-то ответить. А они хотят просто пообщаться с человеком, чтобы просто узнать, что это за человек. Нам кажется, что все зависит только от того технического вопроса, на который мы дадим правильный ответ. А они смотрят на образ мышления человека, они смотрят на его способность общаться, то есть насколько им комфортно с того, как с человеком просто общаться. И вот в моем случае вот как раз это все сыграло мне на руку, потому что я знала, что я готовилась, у меня есть что им сказать, у меня есть что им показать. И даже вот эти вот проблемы какие-то, они как бы меня... Я очень перестрессовала, и когда я уже подключилась, я выдохнула, и я поняла, что уже хуже ничего не будет. И атмосфера была очень приятная, и у нас завязался хороший разговор. Разговор основывался именно на том, что я успела подготовить, потому что их не интересовало, что я успела узнать о команде, что я думаю о их веб-сайте, что я могу сказать своего. И я подготовилась, я написала, я попробовала написать небольшой скрипт на авторизацию на их сайте. В этот момент, когда я писала этот скрипт, я обнаружила, что у них есть... Это большая компания, которая последние, наверное, пару лет назад, они выкупили еще компанию, у них сейчас происходит слияние, и в связи с этим у них интеграция разных веб-сайтов. И мне как пользователю, не пользователю, я как пользователь первый раз зашла, посмотрела, и я не все сразу поняла, и мне показалось, что там есть баги, и я им написала баг-репорты. Но на самом деле там не было багов, там просто надо было знать всю эту особенность. И когда я пришла и говорю, вы знаете, вот у вас там есть проблемы, я хочу вам показать. У вас два варианта. Либо вы меня нанимаете, и вы вообще закрываете компанию. Им так понравилось, что они поняли сразу, что это не проблема, но им понравилось, что я что-то пыталась сама сделать. Я что-то пыталась сама поковырять, найти, и они мне говорят, хорошо, а вы могли бы сделать нам скриншот и прислать, что вы там нашли? Я говорю, ну, я вам могу не только скриншот, я вам написала баг-репорт. Скажи, я видео могу вам прислать, если надо. Я говорю, я подготовилась, а еще я скрипт написала, а хотите, я вам запущу. Они поулыбались, говорят, спасибо, не надо, но баг-репорт, пожалуйста, покажите. И почему-то именно заинтересовал баг-репорт. Я расшарила скрин, и показала. А ты в джире писала или просто так, в спритшите? Я писала в спритшите, потому что смысл в том, что я им просто спритшите, но я сделала все как бы вот как джиринг выглядит полностью по всем пунктам, именно так, как оно, чтобы визуально оно ничем не отличалось. И сделала аттачмент. Ну, то есть все было красиво, им это понравилось, и им понравилось, и в дальнейшем, когда я уже общалась с командой, и я спросила, вот что конкретно им понравилось, они рассказали, что из массы людей, которые подают аппликейшены, самая большая проблема, что резюме людей настолько похожи, что глаз не цепляет какое-то резюме, чтобы выделить. И у всех там написаны одни и те же скиллы, у всех написаны одни и те же какие-то тулы. И поэтому вот они говорят, для нас была самая большая проблема найти людей, которые чем-то отличаются, чтобы они как-то были уникальны, скажем так, в этой массе. Им их заинтересовало то, что я свитчер, я человек, который совершенно не имеет никакого бэггранда в этой сфере, нет образования в этой сфере, их заинтересовало, что у меня совершенно другое образование, и вот именно то, что резюме должно быть индивидуальным, у него должно быть лицо, как они мне сказали, в твоем резюме было другое лицо, чем у других. Ну и плюс ты еще подготовилась, ты пришла со своеобразом портфолио, с выполненной работой, таких людей мало, они приходят просто рассказывать, что они умеют делать, и все, больше не. Да, вот то, что резюме отличалось, то, что я пришла подготовленная, это больше всего сыграло на руку, по их вопросам, я уже сама, когда они начали меня спрашивать, каждый член команды имел возможность что-то спрашивать, я поняла по ним, что у них нет цели меня завалить. Ну в этом нет интервью, чтобы пригласить кандидата и валить, не в этом смысл, а найти кандидата в смысл интервью. Ну, мне казалось, что я понимала, что я же не единственная, да, я понимала, что когда они будут отбирать, они только знают, на что они смотреть будут, я-то готовлюсь к худшему, я понимаю, что меня могут технически так как бы скажем прощупать, да, чтобы понимать все, что я говорю, правда или неправда, действительно ли я владею этими знаниями, которые я написала в этом резюме, насколько я этим владею, и был такой момент, что один из лидов, он меня спрашивал за какие-то интуз, и я честно сказала, нет, я этого не знаю, но я открыта к обучению, к новым знаниям, и он мне сказал, что мне больше всего, говорит, я потом голосовал именно за тебя, потому что мне понравилось, ты была честна, он говорит, многих людей учат отвечать на все вопросы, да, я знаю, да, я умею, так это легко проверить, а потом, говорит, они идут и гуглят после интервью, он говорит, когда человек на все говорит, да, 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 знаю, знаю, тут же сразу, говорит, мы подводим как бы черту и типа врет, потому что нельзя знать все, нельзя уметь все, и быть уверенным во всем на 100%, то есть когда люди приходят самоуверенные на интервью и как бы что его не спроси, все он знает, все он умеет, все он видел, он говорит, ну, нам понравилось, что ты честно говорила, и вот именно откровенность, честнота, открытость, и им это больше всего импонировало в моих ответах, то, что я не боялась сказать, ой, гайз. Слушай, ну, 60 на 40, я имею ввиду, 60 это персоналити, всегда оценивается в первую очередь, насколько с тобой удобно и приятно будет работать, сколько ты адекватный человек, а 40% да, это технические знания, но из этих 40% все равно тебе могут что-то простить, так скажем, видя, что ты можешь это дотянуть, что ты хотя бы понимаешь, какую сторону копать, и, ну, в целом ты подготовлен, но какие-то маленькие тулы там, это все дотягивается. Марин, скажи мне по поводу английского, американцы, ну, понятно, что это Калифорния, тут английский более понятный, чем там в других штатах где-то на юге, может быть, тебе все было понятно на интервью, что тебе говорили вообще? Мне было понятно, они меня, скажем так, умными фразами не пытались задавить абсолютно. Я очень переживала насчет интервью, потому что я понимала, что я могу просто не понять вопросы, да, или не знать, как ответить, может быть, что-то могу формулировать на родном языке в голове, но не всегда получится это высказать, чтобы это было понятно на английском. Поэтому английский действительно меня очень, скажем так, волновал, особенно, когда во время интервью человек действительно волнуется, сложно подобрать слова, фразы, какие-то представить. Но в моем случае те вопросы, которые были сложные, у меня все равно был ответ, нет, я не знаю. Но ты действительно этого не знала, да? Да, действительно. Вопрос немножко в другом состоянии. Да, действительно, мы можем чего-то не знать, и в каком-то случае это будет нормально, когда команда ищет человека, которого они готовы учить. Тут все заключается в том, на что настроена компания. Либо им нужен работник, который максимально быстро вольется в проект и будет уже работать, либо у них есть время на раскачку. В моем случае моя позиция, она предполагает, компания очень много всего делает, и предыдущий человек из моей позиции в этой команде, он пошел, он переключился в девелопер. Он ушел в девелоперы. В этой же компании? В этой же компании, да. И они какое-то время проработали без него. Поэтому, как мне потом объяснил менеджер, мы поняли, что мы сами вытягиваем в меньшем составе, поэтому мы можем себе позволить какое-то время еще тренировать нового человека, мы будем вытягивать, но потом этот человек вольется и будет уже в основном. Поэтому мой тренинг, они предполагают, что будет в принципе длиться около года. Я работал в одной компании, у меня тоже был, это называется пробейшн период, испытательный срок, когда тебя смотрят, да? Пробейшн три месяца. А, окей. Идет в компании. Имеется в виду, что они предполагают, что в течение первого года я должна освоить все необходимые сферы, в которых они проводят тестирование. А в каких они проводят? Там вопрос такой, что компания не производит софтвер, они обслуживают большую компанию, это e-commerce, и из-за того, что слияние двух больших компаний происходит, сейчас происходит интеграция этих двух компаний. Помимо этого, сейчас происходит переход с одного языка программирования на другой, они переходят с нот на норяк. И в связи с этим все эти громадные компании около 20 лет, поэтому там уже настолько все комплекс такой огромный, сайт он не разрабатывается, он сейчас переводится, поэтому все проходит, тестирование проходит именно в связи с переходом, именно это самая сложная сложность. помимо этого есть какие-то там третьи как third part веб сайт, которые обслуживают еще дополнительно эти сайты основные, есть естественно мобильное тестирование, поэтому автоматизация. Я мануальный тестировщик, у нас несколько автоматизаторов в команде, есть люди, которые занимаются и мобильным, то есть в основном цель этой команды, чтобы все были взаимозаменяемыми. То есть у тебя есть знание автоматизации, если нужно, ты, зная внутренний продукт и с чем они работают, можешь на автоматизацию перейти? Автоматизация возможно будет в будущем, через несколько лет. Сейчас основное это изучение вот этих платформ, которые и мобильные, и ну вот переход еще будет проходить еще пару в ближайших лет, поэтому здесь будет работа именно много такой. То есть у нас в команде получается все доступы одинаковые по уровням. Я надеюсь, что в воззревом будущем я буду знать много всего интересного. Ну у тебя два варианта, либо знать, либо второй. Вот, поэтому я надеюсь, ты постараешься, и ты действительно все будешь знать. Но это все легко, постепенно, это все нормально. Марин, скажи, вот был первый этап с командой, и он же был последним, или еще какие-то этапы были? После этого просто все было настолько перевернуто, поэтому было непонятно, как бы, что дальше, что дальше. Вот первый этап это была встреча с командой, после этого мне менеджер написал через несколько дней, что хотел бы еще раз повторно со мной встретиться на видео, звонке. Я подумала, что скорее всего это какое-то может уточнение или что-то доспрашивать будут. На самом деле это больше было по soft skills, он хотел со мной пообщаться больше, попросил меня рассказать о том, чем я занималась на предыдущей работе, то есть, чтобы я больше поговорила. И первый вопрос, когда мы встретились, первый вопрос, что он меня спросил, это был, что ты для себя поняла о нашей команде, исходя из первого интервью. То есть, он меня попросил проанализировать нашу первую встречу, и вот, что я успела для себя понять, как бы, и на тот момент, вот, ему было интересно, насколько я конкретно заинтересована в этой компании, что я успела почитать об этой компании, что я о команде, какие я сделала для себя выводы. то есть, ну, я, честно говоря, мне очень понравилось, как они общались, они общались на равных со мной, хотя они прекрасно видели по моему резюме, да, что у меня, скажем так, нет еще большого экспириенса, нету бэкграунда, ничего нет. В моей команде есть люди, у которых есть 25 лет опыта. Это такие вот бородатые дядьки. Чем больше опыта, тем больше борода. Наверное. Поэтому люди ни в коем случае не ставили себя выше, даже зная то, что я, мой уровень, естественно, намного-намного-намного ниже. И вот это очень мне понравилось, и я об этом рассказала. Мне нравится, что люди с большим опытом, но как бы они готовы делиться этим опытом. Они не только вот себя как бы пытаются поднять выше. Нет, они настолько спокойно тебе готовы повторить и еще раз повторить, и показать, и еще раз показать. То есть я вот уже сейчас, когда работаю с ними, естественно, все это происходит постоянно в общении, и мне очень комфортно из-за того, что я не боюсь спрашивать. Я знаю, что надо много спрашивать. Нельзя бывает стеснение вот этот фактор, что а что подумают, что я опять десятый раз спрашиваю. Надоедаю там. Надоедаю, да. Мне мой лиц сказал одно, говорит, ты можешь спрашивать столько, сколько тебе надо, но если мы видим, что ты спрашиваешь один и тот же вопрос, это говорит о том, что ты не пытаешься как бы информацию откладывать. Ты просто как бы используешь наши мозги и наши знания, но не пытаешься как бы получить собственные путем. Спросил, запомнил. Не запомнил, запиши. То есть принцип такой, что они должны видеть, что они не просто радио для тебя. Вот он меня как бы так сразу как бы настроил, что говорит, мы хотим видеть, что то, что мы тебе повторяем, это имеет смысл. В итоге вот был с командой этап с хайринг-менеджером и это все или еще что-то было? Нет. Потом после второго этапа мне написали, что мне предлагают третье интервью с директором QA-директор. Он находится на East Coast, который в принципе возглавляет весь QA-департнер. Это индусу-то тот парень, Нет. Это менеджер индус, он постоянно со мной общался. Он был контактным лицом. С директором мы встречались втроем, менеджер, я и директор. Тоже это был видеозвонок, когда они просто общались со мной, этот директор рассказывал о компании, об истории компании, кто создал, как вообще компания развивалась, как, то есть как-то они больше делали такой интродакшн для компаний, для команды тоже. И они все время спрашивали, что ты для себя уже успела понять о нашей компании и о нашей команде. Им все время было интересно, как я анализирую каждую встречу, каждый этап, и что я для себя как бы откладываю. Потому они всегда спрашивали, чтобы я какой-то фидбэк говорила, говорила. Ну, важно увидеть было, ты интегрируешься в команду, и для тебя это чисто такая, знаешь, формальная, что типа, ну, прошла и прошла, прошла и прошла. А когда у тебя есть нематериальная мотивация, когда тебе действительно интересна компания, работа, тебе интересно вовлекаться уже в процесс, для них это сигнал такой, который показывает, что да, этот человек уже часть команды, просто его нужно официально устроить. Да, да. И я к этому интервью готовилась, я понимала, что директор, он, скорее всего, не будет технически ничего спрашивать. Я начала изучать информацию, сколько представительств, из каких штатах, где за территорией UX представлена эта компания. Я начала изучать, в каком году была эта компания открыта, кто семейный бизнес этот вел. Я очень волновалась, боялась, а по сути, мне потом это все начали рассказывать на этом интервью, но я уже знала, я уже, если бы... ты его не поправляла, а вот здесь вы ошиблись, вот здесь вы не в том году вы начали работать, да? Нет. Кстати, мне еще очень фидбэк сказали о том, что я себя очень хорошо проявила тем, что я внимательно слушала и не перебивала на интервью, потому что говорят, что не все люди очень внимательны, а я скажу, почему наша команда на это обратила внимание. У нас один из сотрудников, он от природы глухой и он носит два аппарата, но они не видны, поэтому вот он, когда говорит, он не слышит, когда его... он может не слышать, что кто-то начал тоже говорить в этот момент, да? Он читает по губам, поэтому наши митинги, когда мы встречаемся командой, всегда мы должны включать видео, некоторые люди не всегда включают видео, наш менеджер, он как бы акцентирует внимание на то, что у нас один человек, он читает по губам, он должен видеть собеседника, чтобы понимать, что к нему кто-то разговаривает с ним, обращается к нему, да? И вот как раз когда этот человек со мной общался, я очень внимательно его слушала и всегда как бы удавала договорить, никогда не перебивала, и они на это очень обратили внимание, им понравилась именно культура общения, поэтому это тоже важно. В первую очередь персоналити, кто ты, а потом уже все остальное техническое, если что-то техническое не так, это все дотягивается. И как происходил процесс джоп-офера, это вербально было или тебе прислали имейл? Вот после как раз третьей встречи мне позвонила HR, она говорит, вы знаете, я никогда не делала джоп-офер джоп-офер по телефону, ну в вашем случае это будет для меня первый раз, поэтому она со мной поговорила, джоп-офер был по телефону, она как бы обсудила, она говорит, ну мы вам все это пришлем документально, и вам нужно будет просто там подтверждение свое, нажать кнопочку, что да, да, я подтверждаю. Ты была на работе или дома, или как это вообще происходило? Она позвонила мне, я была на работе, и как бы я вышла, естественно, чтобы пообщаться, и потом, когда я пообщалась и там вернулась на работу, меня весь остаток дня меня просто подбрасывало от такого восторга, мне просто хотелось кричать, мне предложили работу, мне предложили мою первую работу, поэтому это для меня было очень... Крылья выросли. Да, да, и самое интересное, из-за того, что вот этот весь процесс был настолько другим, HR, она вообще была последним звеном, которое вообще ничего не решало, скажем так, потому что в обычном процессе получается, HR это человек, который в принципе тебя отбирает, ты без чарты не пройдешь никуда дальше, ни в команде, ни к кому, а здесь это уже был звонок, который просто уточняющий, какие-то мы детали обсудили. Технический этап такой больше, ну я имею в виду не скриптовый, а больше оформительный. Да, и когда вот я все просмотрела, мне сказали, если вопросы мы можем обсудить, я там переспросила, там что-то мне было интересно, менеджер постоянно со мной выходил на видеосвязь, он со мной общался, рассказал, объяснял, если какие-то мне вопросы, он всегда мне говорил, я узнаю, тебе напишу сегодня. То есть мне очень понравилось, что у них общение проходило очень оперативно, они, именно эта компания, было понятно, что не какая-то долгая резина будет, что здесь все будет понятно. Вот я задала вопрос, мне либо сейчас придет имейл с ответом, либо мне скажут, что вот завтра или послезавтра те люди, которые имеют этот ответ, они тебе пришлют. А когда я просмотрела документы, согласилась, все, я все ждала, что вот все рассказывают, что придут бумаги, которые нужно электронную подпись вставить. У меня этого не было, и я не могла понять, взяли на работу меня или нельзя ли. Где печати, где расписания. Они что-то думают или не думают. Мне увольняться с моей работы нынешней или не увольняться. Поэтому очень вот был такой, скажем, знак вопроса. У меня все время был знак вопроса, потому что когда мы все спрашиваем кого-то, как у тебя проходил процесс, смотрим в интернете, читаем где-то что-то, тебе может казаться, что вот ты знаешь, что должно быть так, так и так. Расслабься. Может быть, как угодно. У всех по-разному. Было очень интересно в том плане, что это как-то по-новому было. И мне понравилось. И команда, когда меня наняли на работу, мне не предложили, а меня попросили написать полностью ревью всего моего процесса позитивные, негативные моменты, что мне понравилось, что мне не понравилось, чего бы стоило бы добавить или изменить. Они настолько им было важно и для менеджера, и менеджер это передавал дальше, потому что и к HR, ко всем департментам, кто был задействован в процессе принятия на работу, все должны были в связи с этим как бы смотреть, подходит в дальнейшем модель принятия на работу людей, или они будут что-то еще другое менять, поэтому было очень интересно. То есть напишите ревью, но не забывайте, что вы на свидателем сроки. Да, прикольно. Слушай, Марин, я не спрашиваю цифры, но вообще зарплата нормальная, они предложили. Это мануальная, и поскольку это получается самая первая ступенька. Это больше, чем то, что ты раньше зарабатывала на работе. То есть ты довольна осталась? Да, опять-таки честно сказать, что я была готова на любую цифру. Мне важно было найти первую работу. Да, перейти в эту область уже. Компания большая, в ней можно будет внутри расти. Я сейчас общаюсь с ребятами в команде. У нас в команде люди, которые в этой компании сделали карьеру, начиная с сейлс ставителей, потом дата департмент, то есть они прошли столько много департментов и люди работают по 12 лет в компании, 8, 9 и они не начинали даже как QA, они пришли вообще с других департментов, но внутри одной компании. Когда я была в офисе на недельном тренинге, мой менеджер он пригласил парня, который был на моей позиции до ухода в девелоперы. Он его специально пригласил ради меня, и он дал время, он говорит, я хочу, чтобы вы пошли пообщались, вы можете гулять на улице, где угодно, и пускай она тебя спросит все, что захочет об этой компании, об этой нашей команде, об этой должности. Он говорит, я не буду спрашивать потом, что она спрашивала, а ты ей все скажи честно. То есть вот менеджер, мне так понравился именно этот подход, что никто не боится какие-то подводные камни, открытость, да, все настолько было открыто, и мне понравилось, потому что мне было интересно, почему он ушел, всем интересно, если у тебя есть возможность, и ты знаешь, что человек, который был на твоей позиции, но он почему-то ушел, конечно же, всем интересно, а вдруг действительно есть какие-то особенности, тонкости в отношениях, в команде, там, все чудесно, люди настолько в таких прекрасных отношениях, вот он ушел, он перешел в другой департнент, но он продолжает сидеть за этим же столом среди этих ребят, и все настолько хорошо общаются, и он мне просто рассказал, что ему просто он начал расти в сторону девелопмента, ему это было интересно, у тебя тоже есть возможность дальше двигаться либо туда, либо туда, если захочешь, всегда с периодом времени ты можешь выбрать, в какую сторону тебе дальше идти, поэтому... Слушай, Марин, а вот до этой компании, у тебя ближайшее интервью до этого интервью было, ну, какой период прошел? Вот как-то после Нового года сейчас с началом этого 2022 года возобновилась волна приема на работу, я вот увидела более адекватные предложения, начала подаваться, вот в этот период у меня несколько было фон-скринингов одновременно, у меня, наверное, где-то 3-4 фон-скрининга было одновременно, но вот эта компания из-за того, что они начали не с фон-скрининга, а они сразу с интервью команды, я здесь поняла, что вот здесь я уже реально вижу что-то, то есть какой-то всплетк пошел одновременный, но вот эта моя компания, она осталась как бы по сути одна, я в момент уже, когда с ними проходила интервью, у меня не было колебаний, потому что я не ходила параллельно на разные интервью, я с ними все этапы прошла спокойно, и как бы я нацелила свое внимание, и мне как раз ничего не мешало, но в этот период были фон-скрининги, то есть эта волна такая была активная, вот с января началась, да. Ну да, вот сейчас в данный момент сейчас самый большой рынок, вот больше, сейчас 310 тысяч вакансий на только LinkedIn, такого вообще никогда не было, такого даже в декабре не было 2021 года, я почему спрашиваю, но это для тебя это будет нормально, ты это знаешь, но для всех, кто будет смотреть видео, ребята, вот смотрите, Марина проходила фон-скрининги в течение, ну, назовем, сколько это было, неделя или месяц, сколько-несколько фон-скринингов было? Ну, скажем так, было, наверное, по пару фон-скринингов в неделю. В неделю, в течение месяца где-то это было, двух месяцев? Да. Окей, месяца, и вот получается, ты с одними и теми же знаниями фон-скрининги какие-то не проходила, а здесь получила джоп-оффер, или у тебя прям знания отличались в два раза, ты резко чего-то выучила там моментально или как-то вообще, или одни и те же знания были? Я ничего резко не выучила, но я могу сказать, что все фон-скрининги были разные, потому что требования были разные у этих компаний, которые приглашали меня на созвон, а они хотели, в каждом случае у них ожидания были разные, не везде были готовы к человеку без знания того-то или того-то, как я уже говорила изначально, что кто-то готов вкладываться в нового человека, кто-то хочет готового работника, поэтому им важно, чтобы человек вот это все уже знал и умел. Вот это то, о чем я и на курсе говорю и для всех, кто будет это видео смотреть. Ребята, есть такая детская игрушка, такой кубик, обычно это бывает, и там разные прорези, треугольники, квадраты, там еще что-то, и вы пытаетесь, ну там ребенок пытается фигурки доставить, и вот треугольник в круг не проходит, или там квадрат в треугольник тоже не проходит, а треугольник в треугольник проходит. То есть это о чем мы с Мариной говорим, о том, что в каждой компании есть представление, какого кандидата они себе хотят, и на очередном интервью с теми же самыми знаниями вы просто проходите в эту компанию, потому что, ну вот вы подошли вот в эту компанию, вот ваш бэкграунд, ваши мысли, ваши технические знания или там отсутствие больших технических знаний, которые опять-таки можно нарабатывать, вы подойдете, вот ваша дверь вам откроется, вот и все. Просто это, как сказала Марина, это реально так и есть в жизни. Эта дверь может быть первая, это может быть сотая дверь. К сожалению, да, не всегда получается с первого интервью. У меня было тоже такое, что было там за одну неделю три джоп-офера, а бывало в течение двух месяцев вообще ни одного джоп-офера. А ты продолжаешь просто проходить интервью, это вот процесс такой непредсказуемый. Просто продолжайте, вот кто будет это видео смотреть, ребят, продолжайте просто проходить интервью, продолжайте, может быть, не надо судорожно вот бросаться, почему Марина не спросила, что-то выучила моментально, что-то большое. Нет, не выучила, этого и не нужно делать, потому что вот те знания, которые вы приобретаете просто их надо сохранять и желательно, конечно, растить, но вот этот кор, который вы получаете, его достаточно для того, чтобы проходить интервью, получать работу. Он просто где-то вы подходите, где-то вы не подходите. Не огорчайтесь, сохраняйте присутствие духа. Если получается, общайтесь с однокурсниками, создавайте такую мини-группы, да, вот, как я и на курсе говорю. Растите вместе в группе и все, и у вас все будет получаться. Единственное, вот тут у Марины хватило силы воли, не знаю, там, в полуметре от клада не бросить копать и найти этот клад. А бывает так, что вот остается реально, у тебя следующее интервью, может быть, через неделю, которое принесло бы джоп-офер, а ты говоришь, нет, вот, ну, все, не хочу больше, все, надоело. И идешь дальше, таксист там, не знаю, работает. Вот нет, вот такси-такси, а вот на интервью надо ходить. Как и Марина. Марина ходила на работу, вышла на работе, ответила на телефонный звонок, приняла джоп-офер и полетела в следующую компанию на крыльях энтузиазма и вдохновения. И сейчас вот молодец, расти будет, и вообще это совершенно другая плоскость, совершенно другое вообще развитие жизни. И я не знаю, Марин, может быть, ты это уже почувствовал, может быть, это впереди у тебя будет, что люди, которые тебя теперь будут в жизни встречать, не по работе, вообще имею в виду. Люди и какие-то новые, не знаю, там, места тебе открываться, это будут не такие, как у тебя до этого были. Это вот, ну, это так работает жизнь. Она меняет твое направление жизни, и ты вообще по-другому идешь, и вообще все по-другому получается. Это именно денег. Деньги – это, ну, составляющая. Просто приятно, что их платят побольше, но жизнь вообще по-другому идет. Я просто знаю, я в Америку приехал тоже, как бы, я не сразу печь констат. Вот, вообще все по-другому идет. Поэтому, ну, так это работает. Марин, супер, супер опыт, спасибо большое, что поделилась. И желаю тебе просто жить в этой профессии, чтобы она тебе нравилась. И ты это уже доказала, когда ты не просто формально подошла к интервью, а ты рассказала, да, на каждом этапе, что у тебя было. Люди это поняли, что ты не просто так временный человек, что ты интересуешься компанией, и ты слышишь и слушаешь, что тебе говорят, запоминаешь это. Вот, и, то есть перспектива в тебе есть. Молодец. Семена знаний упали в правильную почву и проросли. И сейчас уже растет хорошее крепкое дерево таких вот успехов твоих. Молодец. Наконец-таки, файнали, ты добила это, и все. Теперь твое по праву. Молодец. Спасибо большое. Хотела добавить в конце, что когда я пришла на курс только, и когда я смотрела видео ребят, которые рассказывают о джобоуферах, мне казалось, это какой-то несбываемой мечтой, и какая-то такая розовая мечта. И, честно говоря, я пришла на курс, мне было интересно испытать тебя, потому что реклама всегда говорит нам много всего хорошего, но иногда хочется проверить, а действительно ли это так. И это было в моем случае, когда курс говорил о том, что человек с нуля может построить новую карьеру в своей жизни. И у меня на тот момент в жизни вот наступил момент, когда я захотела этого чего-то нового, и я пришла на курс. И каждый день, каждый урок мне было интересно, а действительно ли я смогу понять, я смогу войти в эту сферу, совершенно zero, zero знаний до этого. И, честно скажу, когда я закончила, думала, всегда такая мечта была, что «А неужели когда-то на этом сайте будет видео и со мной?» Эта мечта осуществилась. Поэтому мечтайте, дерзайте, главное не опускайте руки, главное что-то делайте, и идите, бегите, ползите, или, по крайней мере, лежите в сторону своей мечты. Ребят, я еще хочу сказать, что человек — это живое существо, и бывает усталость, бывают плохие мысли, плохие новости, еще что-то. Это процесс цикличный, это как волны, да? Когда-то подъем, когда-то спад, но главное, чтобы вы просто продолжали, как сказала Марина, хотя бы лежать в правильном направлении. Нужно отдохнуть, закрыть компьютер, если там что-то надоело, не знаю, пойти чайку попить, уйти в горы вообще, не знаю, на 2-3 дня о чем-то забыть, но потом просто вернуться и продолжать с новыми силами, просто продолжать работать. Просто пробуйте, вы должны пробовать, пробовать, пробуйте. Если вы думаете, что, не знаю, вы там бухгалтеры, и это все не про вас, Марина не была QA-щикой, айтишником, Марина из сферы медиа, насколько я знаю, пришла. Да, да. У меня музыкальное образование, я работала в медиа сфере, и в последние годы как бы совершенно, я офисный работник была, совершенно никакого отношения к IT не было, и даже ничто не предвещало, скажем так. Ну, учитель приходит тогда, когда ученик готов. Вот Марина почувствовала, что у нее должны произойти изменения в жизни, а она посмотрела на людей, опять-таки, вот на те видео, которые вы смотрите у нас на сайте, это же не я вам рассказываю, я вам рассказываю технические вещи. Рассказывают люди, которые реально прошли, у нас получили работу, получили опыт какой-то, вот, или в процессе получения работы. То есть послушайте их, если вы видите, что это человек тоже примерно такой же, как вы, значит, у вас тоже может получиться, просто надо пробовать. Мы только будем помогать. И вот, как сказала Марина, ей и группа помогала, и мы с Марией много созванивались, там, не знаю, там, в воскресенье сижу, там, занимаюсь, там, что-то делами с ними смотрят, Марина, сообщение Сергея, там, с API-р, там, или с ними, с веб-тестингом разбирать. Вот человек, в воскресенье, там, 9 часов вечера, чем человек может заниматься? Естественно, разбираться в веб-тестинге. Мы 31 декабря списывались, помнишь, тогда наша группа активно делала домашку 31 декабря в ночь, и на Рождество в ночь, и мы искали какие-то баги в эту новогоднюю ночь, ну, было очень весело. Да, я помню, вы рассказывали после Нового года, типа, вот так мы провели новогоднюю ночь, там, группа людей, когда мы искали баги, я думаю, вот это вот молодцы, ну, реально, не у всех такое, обычно люди, ну, салатик, оливье, там, не знаю, там, шампусик, вот, и отлично прошла новогодняя ночь, а вы баги искали, да, молодцы. Еще раз поздравляю. Спасибо. Я очень рад за тебя, и я ждал, что ты получишь работу, просто вопрос был времени, и мне очень хотелось, чтобы просто не опустила руки, потому что, ну, бывает такое. Ну, да, я сама просто понимала, что, ну, вот, очень часто самая большая проблема это дождаться, дождаться своего, именно когда, вот как тот треугольничек, квадратики или ромбик, или что, просто чтобы найти свою компанию в свое время, скажем так, когда они будут готовы к твоему приходу. Да, твоя дверь тебе откроется, видишь, просто это были на твоей двери. Знаешь, вторая проблема еще есть, если ничего не повторять и не учить, ну, не продолжать это, заниматься после курса, потому что спустя год, если бы ты ничего не делала, если бы ты у нас училась, сбрось ноги, все, положила на полку и пошла бы на свою опять работу, и спустя год ты получила бы приглашение на это интервью, но я уверен, никакой бы скрипт ты не написала. Ты уже все забыла, какие там скрипты, как пишутся, какие-то там тестисы, какие-то там джиры, просто это еще нужно продолжать для всех ребят, кто заканчивает курс. Если вы не получаете работу в первый же день, а у нас было такое, вот у нас девочка сейчас, был курс мену, в пятницу он закончился, она в пятницу получила джу-пофе, вот, и она в понедельник вышла на работу, это мену курс. Ну, бывает такое, я же говорю, у каждого своя суперсила, вот у нее есть такая суперсила, вот, у нее пазл сложился в тот момент, когда курс закончился, она так, мне теперь, наверное, нужна работа, вот работа пришла. У кого пазл так? Это самый идеальный вариант, о котором можно только мечтать, но будьте готовы, что вы не из этого идеального списка, и у вас немножко длиннее будет дорога. Ну, в конце концов, ребят, получается у тех, кто пробует, просто продолжайте, 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 и ни в коем случае не бросайте заниматься тем, чем вы хотите заниматься. То есть я имею в виду, что если вы пришли только за деньгами в Ки, и вам вообще эта сфера неинтересна, ну, я думаю, может, я не прав, но я думаю, что у вас ничего не получится, потому что вы должны просто интересоваться, вы должны жить этой работой, вам должно интересно сидеть 31 декабря и искать баги на сайте. Тогда это понятно, это ваш, вы действительно этим интересуетесь. А когда вы просто хотите много денег зарабатывать, но вам эта сфера неинтересна, я вас уверяю, что после курса вы ничего не будете повторять в этом случае, просто вы все забудете, понимаете, даже через там 2-3 недели, месяц уже, ну, меньше знаний будет. Поэтому для себя решите, во-первых, что тут, ну, не решите, я вам просто сразу говорю, что есть тут не только деньги, но и интерес. Просто в компаниях реально интересно работать, есть с людьми, есть с технологиями, а кто-то любит музыку, кто-то там, не знаю, там любит, не знаю, сноуборды, там, компания есть сноуборды. Везде нужны киевщики, просто где-то больше, где-то меньше. Если вам интересно в какой-то сфере работать, сферу можно найти, но главное зайти в эту сферу, вообще в киев, технологии, а потом уже, да, вы можете позволить себе выбирать проект, и даже внутри будет. Марин, желаю дальнейшего роста, я очень благодарю тебя за интервью, оно, я уверен, легких интервью, понятно, что люди думают, вот, класс, вот работу получу на следующий день, но вот такое интервью, как у тебя, оно полезнее будет тем, вот, которые люди продолжают оплавиться, продолжают работать, лежать в этом направлении, но продолжают все равно лежать в этом направлении, хотя бы ползти в этом направлении. И твой пример, вот, реальный пример человека, который не из технической сферы, пришел, отучился, понял, что отучиться возможно, материал понятен, а теперь следующий шаг, это получить работу, и вот ты продолжал, и продолжал, и в конце концов получил. Удачи на работе, чтобы рос шел, чтобы ты там, внутри компании росла, или там, вне компании, уже в других компаниях. Если нужна будет помощь 31 декабря или в другой день, ты знаешь, я всегда на связи и группа, обращайся, мы всегда там. Спасибо большое, Марина, за твой опыт, за твою жизненную силу. Я говорю, вчера я вечером думал, молодец, Марина, у нее такой оптимизм, который не позволяет ей, я же не знал, что вы до сих пор общаетесь в группе, я вот думал, что внутренний оптимизм позволяет тебе держаться на плаву. Да, это все ребята. Да ну ладно, без тебя бы у них ничего не получилось. Они продержали меня на плаву. Миша меня очень жестко там ругал, всегда ругал. Хватит искать себе оправдания, что у нее нет времени, что ей работа мешает, иди давай на сайт и подавайся. Кому-то это необходимо, поддержка такая даже иногда с толчком, кому-то это очень помогает, мне вот это очень помогло, я очень благодарна. То есть, если бы сама по Ютьюбу что-нибудь учила, и было бы все по-другому? Наверное, не было бы ничего. В том плане, что я как изначально сказала, что самомотивация, это не у всех людей сильная сторона. На кого-то может хватить на какой-то период, кого-то на дольше, кого-то на меньше. Просто если в этот период вы успеете самостоятельно куда-то уже успеть попасть, да, это будет классно. А может быть, кому-то надо будет помочь продержаться на плаву, пока он найдется. Ну, отлично. Хорошо, Марин, давай, хорошего вечера. Я всегда рад с тобой пообщаться. Если, кстати, у вас в компании будут какие-то вакансии, я буду рад, если ты будешь выкладывать в нашем канале Jobs, потому что внутренняя рекомендация, ты знаешь, нам быстрее работать, чем если просто. Да, безусловно. Еще один счастливый обладатель первой работы. Молодец. Давай, Мариш, хорошо. Всем привет. Спасибо. Хорошего вечера. Да, тебе тоже. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok